Пэтсимулятор 99 хранит множество секретов, и сегодня один из этих секретов мы откроем в этом ролике. Наверняка вы об этом не знали, но в Пэтсимулятор 99 есть секретный портал, с помощью которого мы перейдем в летний ивент из Пэтсимулятор Икс. Посмотрим, так ли это. И, ребята, сегодня в начале ролика я хотел бы анонсировать розыгрыш. Под этим видосом, ребята, лайки набирать не нужно, комментарии писать нужно. В комментариях обязательно указывайте ваш логин от Роблокс, потому что именно победителя по комментариям буду выбирать. Но, ребята, самая главная задача набрать одинаковое количество лайков и комментариев. Например, 300 лайков и 300 комментариев, или там 300 лайков, 290 комментариев, давайте плюс-минус 10 за 12 часов после публикации ролика. То есть, итоги будут ровно через 12 часов после выхода видоса. Если это случается, 5 хугов разыгрываю среди вас. Просто рандомайзером ищу 5 человек, которые написали свой логин от Роблокс и кидаю на почту им хьюж питомцев. Плюс, точно такие же 5 хьюж питомцев я разыгрываю себе в Телеграме сегодня. Поэтому переходите по ссылочке в описании или по этому QR-коду и участвуйте в розыгрыше. Ну, начали ролик, ребят. По традиции я заберу подарки, которые вы мне отправляли на почту. Всем огромнейшее спасибо. Как всегда, на аккаунт, который ниже указан, вы можете это сделать. Нифига себе. Ключики, ховерборды, питомцы, хайп-яйца. Да, я уже знаю, один из подарков. Мне подписчик писал, что он много хайп-яиц мне отправил. И торговую лавку, кстати, новую. Спасибо огромное. Вот, 324 хайп-яйца. И, ребята, скоро будет видосик. Я открою больше двух тысяч таких хайп-яиц в надежде выбить не только хич-питомца, но и Титаника. Очень скоро этот видосик будет. Всем, ребята, огромное спасибо. А забираем. И, собственно, ребята, этот секрет, который мы сегодня будем проверять, возник не просто так. Я нашел в Твиттере вот такой постик, скринчик. Размещаю. И здесь говорится, что можно с помощью одного из Оби найти секретную локацию летнего обновления из Pet Simulatrix. Что эта локация делает в этом режиме, непонятно. Но, ребят, нам нужно отправиться сначала в Течмир и там пройти ховерборд Оби. Итак, я попал в Течмир. Здесь, кстати, о, Титаник прямо классно выглядит. Классно видны их хич-питомцы. А давненько я не был в этом мире. А мне нужно телепортиком найти именно ховерборд Оби, такую мини-игру. Я, откровенно говоря, не знаю даже, в какой локации она находится. Но я сейчас быстренько попробую по телепортикам найти ее, и мы туда отправимся. Я специально заранее не заходил туда, не смотрел, как это дело выглядит, для того, чтобы вместе с вами впервые это посмотреть. О, нашел, ребята, в 105-й локации, оказывается, этот ховерборд Оби находится. Быстренько телепортим сюда. Я, честно говоря, даже не помню, бывал ли я там когда-то, но говорят, что при прохождении этого Оби, а вы сможете увидеть локацию. Здесь надо на ховерборде летать. Я не знаю, ребят, я здесь ни разу не летал. И, а как здесь летать? Надо под... А, перепрыгивать нужно. Я, ребят, впервые здесь оказываюсь. Нифига себе, это, наверное, не так просто оказывается. Так, попробуем, ребят, как-нибудь все-таки перепрыгнуть туда, и в каком-то месте мы должны найти эту новую локацию. Ну, окей, ребят, давайте попробую дальше пройти. Вроде как, чуть-чуть приноровился к этому. И, как только увижу что-то, обязательно вам покажу. Ну-ка, снизу видно, нет? Давайте еще графику попробуем максимально включить. Ручной максимальной. Может быть, это как-то поможет. Но пока что, ребят, если честно, ничего не видно. А-а-а, я упал вниз, капец, блин, ну это очень сложно на самом деле. Особенно на более поздних этапах. Офигеть, я первый раз досюда дошел. Это очень сложно на самом деле. И зря я не потренировался. Надо было, наверное, потренироваться. Но единственное, я не заметил, где находится в этом обе локация. Ховерборд обе. Может быть, разработчики уже это все дело пофиксили. Но я вроде как дошел до самого конца. Написано, что нужно пройти это обе и на полпути. А мы с вами найдем эту локацию. Ну, полпути вроде как плюс-минус я вот сейчас прошел. Локацию нигде не вижу. Может быть, графику похуже сделать. Или может, эта локация должна быть не снизу, а сверху. Вот когда уже монтировал ролик, обратил внимание, что сверху есть какие-то области, похожие на какие-то локации. Возможно, это все-таки не снизу, а сверху находится. Но в любом случае, дотуда долететь у меня не получается. Но там на скриншотах... Ха! Я сейчас... Мы зайдем с вами. А посмотрим эти скриншоты. Видно прямо в подробностях, как будто человек попадает именно в эту локацию. Но если я упаду вниз, меня сразу телепортнет на начало. Вот это прямо какая-то странная тема. А напишите обязательно в комментариях, получилось ли у вас это сделать. Может быть, реально графику ухудшить. Вот, смотрите этот пост. Так, что делает летнее обновление PSX в Pet Simulator 99? Если вы хотите убедиться в этом, отправляйтесь в мир технологий и пройдите мини-игру Hoverboard Obby, и вы найдете ее на полпути. Скринчики тоже имеются. Но я не видел этого. И вы на экране тоже не могли это увидеть. Я не знаю, каким образом он сюда попал. Но мне тоже очень хочется это сделать. Я помню этот ивент прикольный. Там можно было получить бесплатного Титаника. Точнее, выбить его из яйца. Тогда было это очень сложно. И было бы круто еще раз туда отправиться. И вот ему в комментариях пишут, что действительно подтверждают это. И люди смогли туда попасть. Но, смотрите-ка, Disable Facecam это... А то есть партнер игры туда смог телепортиком как-то переместиться. Может быть в этом дело. Кто не знает, у партнеров есть возможность перемещаться в пространстве с помощью специальной фрикамеры. Вот. И, соответственно, может быть он таким образом туда отправился. А вот здесь на скриншотах не видно этой надписи. Но, походу, ребята, только с помощью фрикамеры можно туда попасть. И у нас, к сожалению, этого сделать не получится. Блин, а я уже реально размечтался. Думал, получится это сделать. Хотел вам показать эту локацию. И вспомнить, соответственно, обновление Pet Simulator X. Давайте попробуем, ребята, еще разочек дойти до самого конца. Тогда заберу это обе, если получится. Если не получится, то, может быть, чуть подальше зайти. Может быть, там будет видно эти локации где-нибудь внизу. Но, судя по всему, он специально с помощью этой фрикамеры взял куда-то вниз. Полетел. И там находится как раз это локон. Так, дошел еще раз до платформы этой. Давайте посмотрим отсюда внешние. Да нет, ребята, никаких изменений. Давайте попробуем настройки камеры уменьшить. Чтобы графика была прямо самая-самая плохая. Да нет, ребят. Что-то вот как-то моими глазами не видно. Походу, реально с помощью вот этой фрикамеры. А получилось, собственно, так попасть туда. Давайте попробуем отсюда. Может быть, где-то видно. А потому, что ни для кого не секрет, что разработчики в своих локациях все-таки оставляют. А где-то в пространстве различные острова и прочее. То есть, есть одно пространство, в которых все плейсы, все локации, все миры находятся. И, соответственно, люди телепортируются туда. Но вот, видите, к сожалению, не видно. Ладно, давайте попробуем до конца эту... Обе дойти, блин. Ну, вот так вот, Epic Fail. Ладно. Фиг с ним. Я еще, знаете, что хотел? Полетать на Титанике. Может быть, получится с помощью летающего Титаника попасть за пределы этой зоны. Посмотрим, может, получится за пределы... А, не получится за пределы. Ну, хотя посмотрим. Давайте посмотрим. Может быть, получится куда-то за пределы этого мира долететь. И, может быть, мы там как раз и увидим эту локацию. Ну-ка, почему бы не... Так, стоп. Графику опять на максимум. Во, чтобы сразу детализация и порисовка была наилучшая. Только единственное, в какую сторону мне лететь, пока что непонятно. Ладно, ребят, сейчас я попробую чуть-чуть полетать по этим локациям. А, может быть, получится найти что-нибудь. Смотрите, ребята, там что-то реально видно. Не знаю, вот плохо видно, конечно, отсюда. Но, видите, вон там частички островов. Это как раз, походу, есть эта локация. Летний вент. А, смотрите, у нас здесь гора. В этой горе был вулкан в летнем обновлении. Я точно помню. И, походу, как раз эта локация и находится там. Вот видите, частички. Я думаю, что вам прекрасно видно. А попробую сейчас облететь немножечко. Но, видите, игра не дает, к сожалению, и выше подняться на этом Титанике. И дальше от карты отойти. Но, походу, ребята, действительно, это правда. Это действительно так. А вон там, кстати, какой-то огромный чей-то глаз. Вот где я курсором вожу, видите. Там какой-то глаз тоже из какого-то обновления. Возможно, эта лока и осталась. Блин, к сожалению, у меня нет прав партнера, чтобы с помощью фрикамеры туда отправиться. Но, ребят, попробую еще немножко кружочек сделать. Может быть, каким-то таинственным образом у меня получится туда отправиться. Ну и так, смотрите, я попал в какую-то локацию, в какие-то зоны, в которых никогда не был. Ничего себе, какое-то сияние сейчас меня еще унесет куда-нибудь. Нет, друзья, к сожалению, в какую-то невидимую стену я уперся. И дальше двинуться нельзя. Не влево, но влево-вправо можно. А вот туда, ближе к этой локе, не получится. Но, ребят, я думаю, действительно так. Какой-то монстрик там или какая-то часть другого мира. Может быть, первая локация. Честно говоря, разобраться не получается. В общем, друзья, вот такой видосик хотел для вас интересную фишку показать. К сожалению, не получится до конца все это сделать. Но, ребята, действительно, Pet Simulator X внутри Pet Simulator 99 находится. И это абсолютно точный факт. А, ребят, не забывайте подписываться на канал, участвовать в розыгрыше. Под сегодняшним роликом, ребят, напоминаю, 5 хьющ-питомцев. Нужно всего лишь за 12 часов после публикации ролика набрать одинаковое количество лайков и одинаковое количество комментариев. Чтобы эти два параметра были одинаковые, давайте плюс-минус 10. Вот. И, соответственно, я рандом выберу 5 человек и отправлю им на почту хьющ-питомцев. Также у меня в Телеграме будет розыгрыш тоже на 5 хьющ-питомцев точно таких же. Обязательно переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду и участвуйте в розыгрыше. Желаю всем удачи и, конечно, победы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok